Добрый день, друзья! Всем привет из Новороссийска. Отправляемся на черной матч Мэлбэд Первой Лиги. Это 17-й тур. И сегодня Черноморец на своем поле принимает Ярославский Шинник. Две команды, которые, наверное, не очень довольны положением в последнее время. Если брать, условно говоря, последний матч Черноморца. Мы можем смело об этом заявлять. Да и Шинник, естественно, тоже не всем может быть доволен. Ну и давайте потихонечку вливаться, врываться в этот матч. Шинник, естественно, в темно-синем, комплект в форме. Черноморец полностью в белых цветах. Масшелся. Ну и давайте еще раз потурнируем таблицу. Черноморец по итогам 16-го тура на шестой позиции расположился. 24 очка. Бесчастник, подачу трафную. И очень здорово, кстати говоря, эта подача выполняется. И удар воротом первой направлением Тимофея Митрова. Не полностью на его позицию, но в любом случае в центре полузащиты тоже где-то будет оказываться. Вот это очень здорово. Ух ты какой! Голешник! В исполнении Шинника. Какая классная комбинация. Василий Олейников в одно касание вколачивает буквально мяч в ворота Черноморца. В одно касание на третьего сыграно. И Олейников. Как же он попал сейчас? Как же он вложился в этот удар? За боковой. Чаров. Далеко водит. Митров выходит здесь. В эту борьбу вмешивается. Хотя, может быть, и не стоил. Там был большой Якушевич. Большой Джонатан. Ничья 1-1. И единственный удар Шинника привел гол. Еще удар Шинника здесь, правда, не в створ. Но это неплохо. Рустан Куль в дальний угол. Может как-то побороться. Остальные гораздо ниже. Придача на свободное пространство. Нет офсайда. Забивать можно. 2-0 в пользу Шинника. И все-таки зажигается флажок. Борис Амалов был в офсайде. Но, опять-таки, арбитры дают доиграть этот эпизод. И поднимают флажок потом. Болистами обороны. Наконец-то добирается до чужой штрафной Черноморец. Удар поворотом. Вот это уже неплохо. Метров отразил. Очень непростой удар. На самом-то деле Финченко, по-моему, бил. А на добивании Мусалов не очень удачно действует. Нога у него поехала, безусловно. А Метров красавец. Богатырь, по-другому не скажешь. А вот это здорово. Вот это нужно использовать подачу штрафную. И снова Загре. На подборе при этом Финченко. И, по-моему, помешал ему Акбашев. Пошел удар от Финченко. Но, повторю, мы не видим, что Акбашев тоже вмешивался в этот эпизод. Но пока это работает. Загре. Попробуйте его перебросить. Ух ты, ничего себе тут час придумал на ровном месте. Зачем это делает футболист Шинника, непонятно. И вот, пожалуйста, момент. 1-1. И мяч не засчитан. Что там было? Положение вне игры. А вот это интересно. А вот это будет, возможно, скандальчик. В серии каких-то там ударов, отскоков, подборов. Антон Фроловка зажигает оффсайт. Но там есть система ВАР, который сейчас будет посматривать этот эпизод. У меня вопросы сейчас к капитану Шинника. Дмитрий Самойлов. Зачем нужно было вот так вот через себя играть? Тем временем атака. Самойлов. Ведет Шинник к тому, что, возможно, сделать счет 2-0. Федоров. На Самойлову здорово в одно касание. Самойлов не забивает. Желтый там получился Хамлинов. Но, кстати говоря, очень классно сыграл сейчас Артем Федоров. И после этого мы слышим свисток финальный от Антона Фролова. Шинник одерживает первую победу в этом сезоне на выезде. Спасибо.